Жители отдаленного поселка показали Наталье Комаровой памятную стелу и угостили свежей выпечкой. В рамках рабочей поездки по Нижневартовскому району губернатор посетил Ларьяк. Это современное село с населением больше тысячи человек, с развивающейся инфраструктурой, асфальтированными дорогами и комфортными домами. О том, как живется угорчанам в труднодоступном поселении, в сюжете Наталья Акст. С прошлого года на объезде в Ларьяк жители и гостей встречают юбилейная стелла. Ее установили в честь 260-летия села в рамках проекта «Народная инициатива». Стоимость подарка оценивается почти в миллион рублей. В ближайшее время селяне планируют облагородить территорию вокруг монумента. Вроде это асфальт или плитка? Нет, плитку мы хотим. Я согласна, я просто спрашиваю. Да, плитку, чтобы она была интересна, наверное, мы хотим подобрать цветовое решение, сделать красивую территорию. Это очень хороший план. Главной же достопримечательностью поселка является историко-культурный комплекс. На его территории находятся объекты деревянного зодчества конца 18-го, середины 19-го веков. Памятники архитектуры, церковь, знамение Пресвятой Богородицы и усадьба купца Прохора Кайдалова включены в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. Комплекс знакомит туристов с особенностями сибирского архитектурного домостроения, а больше 400 экспонатов помогает погрузиться в атмосферу жизни зажиточных ларьякцев того времени. Также здесь собрана вся история становления района и сведения о людях, которые внесли вклад в его развитие. К слову, многие экспонаты преподнесли в дар сами селяне. Свою душу вложили и в музей такой душевный, открытый, у меня тоже очень много материалов. Поэтому все, что есть, все собирается, храните, соответствуйте статусу. Хотим работать, хотим работать, работать нравится. Наталья Комарова познакомилась и с работниками местной пекарни. Она уже 16 лет радует своей продукцией жители всех отдаленных поселков муниципалитета. В 2018 году здесь сделали ремонт и установили новое хлебопекарное оборудование. Это позволило расширить ассортимент в два раза. Главе региона такое изобилие пришлось по душе. Повидло делают у нас сами, тоже наши сотрудники. Из местных ягод мы их делаем, чтобы сохранять традиции. Потом вот ручка у нас такая, потом сосиска в тесте, пирожки с капустой. Пирожки с капустой мы чаще всего делаем во время расхода поста. Модель пирожки с капустой я у вас куплю. А это уже строительная площадка. Здесь возводят двухквартирный жилой дом. Он предназначен для расселения аварийного жилья. Ключи от квартир будущие жильцы получат в сентябре. Одну из них перепланировали, исходя из потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Обращение было, согласовали увеличение. Оно как раз не нарушало никаких норм, ничего не нарушило. И площадь увеличилась порядка на 5 квадратов, спальная комната увеличилась. Поэтому очень сильно помогло. И сразу у людей планы, сюда еще дополнительно поставлю, это поставлю. Хорошо, хорошо. Еще одна стройка – культурно-образовательный комплекс. Объект площадью около 2000, 800 квадратных метров готов наполовину. Смонтирован металлический каркас. Ведутся работы по устройству его цокольной части и внутренних перегородок. Все, оно долгожданное, оно востребовано, современное. А какие музыкальные студенты самые популярные, чтобы научиться? Дети, какие предпочитают? Это гитара. Гитара. Это пиано. Гитара шестиструнная, семи струнные. Да, шестиструнная. Идти друг в другую преподается. Да, да, да. Вот это сейчас очень популярно. Достроить комплекс планируют в конце этого года. Здесь будут учить не только музыке, но еще и изобразительному искусству и хореографии. Устраивать концерты и выставки. Кроме того, в здании разместится библиотека. Наталья Акст, окружная телерадиокомпания «Югра» при поддержке телевидения Нижневартовского района. Продолжение следует...